Утро доброе! Весик Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 15 июля, понедельник. Начало дня, а уже жарко. По старинным поверьям, солнечный ясный день обещает морозную и малоснежную зиму. А какой будет погода в продолжении дня, мы узнаем из прогноза синоптиков, но чуть позже. А пока время новостей. Реализация государственной программы благоустройства дворовых территорий стала предметом мониторинга депутатов Городской думы Черкеска, подрядчиков и представителей ЖКХ. Делегация осмотрела дворы в Черкесске по улицам Горького и Кавказской. Подробности смотрите у Алибаташева. Теперь надо посмотреть, люди, жильцы задают объективные вопросы. Надо понять, они идут в адрес мэрии и управления ЖКХ, они идут в адрес управляющей компании или они куда идут, чтобы мы и людей не оставили без ответа. Регулярные встречи с жильцами многоквартирных домов – часть деятельности депутата. Посмотреть, как проходят работы, пообщаться с жильцами, если возможно, внести необходимые изменения. А когда встречаются сразу все заинтересованные стороны, жильцы, подрядчики, представители ЖКХ, можно эффективнее и легче добиться желаемого результата. Программа благоустройства дворовых территорий действует в республике с 2017 года. Уже наработан опыт взаимодействия власти и граждан. Начиная с согласования с жильцами многоквартирных домов план-схем благоустройства дворовых территорий, чтобы там были учтены максимум возможностей мэрии и желания жильцов, собственников многоквартирных домов. Это раз. Второй момент – мы на промежуточном проводим срез для оценки качества и количества проведенных работ. Черкесск, улица Горького, 4. Галина Смородина проживает здесь 6 лет. За несколько месяцев двор преобразился. Появилась детская площадка, установлены новые фонари, бордюры, новая плитка. Но совсем не осталось деревьев. Это вызывает недовольство жильцов. Мы совсем не против, что вот столько сделано работы. Это и детские площадки, конечно, оборудуют и лавочки, и освещение спортивное. Но посмотрите еще на эту мусорку. Это самое страшное место. Мусорные баки от строящейся детской площадки разделены ограждением. Хотя по нормам их должно разделять не менее 25 метров, жалуются жильцы. Срок окончания работ по благоустройству – конец августа. А начались они в конце мая. Подрядчик – компания «Строинвест». Здесь на днях, день-два, тут бригада остановится и полностью укладка асфальта. То есть, это планировка полностью, уже окончательная планировочка и укладка асфальтового покрытия. Основным вот это осталось. И вот это резиновое покрытие. Фонари уже подключены, в принципе. Мафы установлены. Также делегация посетила дворовые территории, расположенные по адресам домов 26, 38 и 40 по улице Кавказской. По окончанию работ депутаты планируют вновь провести мониторинг дворовых территорий, оценить качество проведенных работ и узнать об этом мнение самих жильцов. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В горах местами плюс 19, плюс 24 градуса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 31, плюс 33 градуса.